Продолжается любимая игра западной демократии, то больше пообещает Украине помощи. Чего же только не было за почти прошедший год, с момента полномасштабного вторжения. И самолеты обещали, и колонны танков, и прочие виды чудо-оружия, которые должны помочь в борьбе с агрессором. При этом последние обещания поставок 178 Леопардов-1 из Германии почему-то намечаются на лето этого года. Хотя было бы неплохо, чтобы все это пришло еще летом года прошлого. А учитывая повторяющиеся циничные заявления о том, что нужно попытаться найти какой-либо ход к переговорам о прекращении огня, о перемирии, о том, что нельзя допустить глобальную войну, то это выглядит исключительно цинично, о чем мы уже неоднократно говорили. И в переводе на общедоступный язык звучит как «продолжайте убивать украинцев, но только не используйте оружие массового поражения, иначе это может повредить всей планете, всей цивилизации». А так продолжайте убивать. За последние недели активизировался и политический туризм. Если весь прошлый год этим экстремальным видом туризма занимались всевозможные европейские и американские представители политического эстеблишмента, то, наконец, он стал двусторонним. Вот, наконец, и президент Украины, показав некоторые точечные удары по так называемым коррупционерам, занялся ответными вояжами – Соединенные Штаты, Великобритания, Европа. И если местным политикам это, конечно, очень важно, для того, чтобы ничего не делая реально, показать своему электорату, что они сильны и противодействуют агрессии, то какими иллюзиями тешит себя Владимир Зеленский, мне, честно говоря, непонятно. Ведь совершенно ясно, что никто не собирается передавать какую-то серьезную военную технику. Никто не будет передавать современные истребители, хотя бы потому, что на них пока еще некому летать. И тем более, какие-либо виды наступательного вооружения, которые могли бы достигать центров принятия решения или хотя бы важных экономических пунктов на территории агрессора. Ведь практически все лидеры западного мира уже сообщили, что самое главное – не допустить прямого столкновения НАТО с Российской Федерацией. И мы тоже уже много-много раз, начиная с марта, неоднократно говорили, что военно-политический союз – Североатлантический блок, созданный в свое время исключительно для противодействия Советскому Союзу, несмотря на какие-либо иные лозунги, которые иногда раздавались из Брюсселя, оказался не в силах противодействовать даже осколку Советского Союза, не имеющего такого количества союзников в мире. И когда так называемый институт исследования войны заявляет, что Путин, дескать, боится НАТО и поэтому сторонится каких-то резких решений, боится применять ядерное оружие, сидит весь такой запуганный в своем бункере, непонятно на кого рассчитан этот фальшиво-оптимистичный бред. В начале полномасштабного вторжения нам тоже казалось, что тактическое ядерное оружие может быть применено для того, чтобы запугать Европу. Но когда оказалось, что Европу-то и не нужно пугать, она и сама не собирается ни во что реально вмешиваться. То для чего же в таком случае применять это оружие, когда можно достигать своих целей на том уровне противостояния, который имеется сегодня? И можно сколь угодно покрывать своими трупами поля Украины, если ватное население Российской Федерации и вот эти самые будущие трупы совершенно не сопротивляются и не пытаются реально протестовать против всего, что происходит. И поэтому, как бы ни камлали эти многочисленные интернет-кликуши, поющие песни по московским нотам об испуганном Путине и какой-то придуманной ими борьбой за власть в Кремле, что видимо в совокупности должно служить для западных политиков оправдание тому, что они не оказывают Украине действенную помощь. И действительно, зачем ее оказывать, если вот-вот режим Путина рухнет, если вот-вот борьба за власть завершится победой тех, кто якобы выступает против ведения боевых действий, можно же подождать. Хотя на самом деле этот самый фронтмен преступной группировки Путин вертел на своем нано-первичном половом признаке все это НАТО. Если оттуда мы до сих пор слышим только заявление, нам никак нельзя войти в прямое столкновение с кремлевским режимом. А что же делать в таком случае? Оказывать помощь Украине дальнейшими обещаниями? Или, как высказался господин Боррель, поддерживать те средства массовой информации, которые в Российской Федерации названы иноагентами, дескать, они выступают против режима. Так это не кремлевская клика ведет войну за сохранение собственной власти. Это вот эти все Боррели, Столтенберги и Ижи с ними пытаются усидеть на своих креслах, чтобы и дальше можно было использовать деньги налогоплательщиков. Кого вы, господин Боррель, называете иноагентами, борющимися с режимом? Мы уже неоднократно показывали, что все эти так называемые иноагенты, либералы, хорошие русские, так называемая оппозиция, это не более чем всходы из гнилых зубов старого большевистского дракона, которые продолжают работать все по тем же лекалам, что и стародавняя операция Трест, в свое время успешно проведенная ОГПУ. И роль их на Западе заключается в том, чтобы закоротить любую поддержку, в том числе и финансовую, именно на эти псевдооппозиционные структуры, чтобы вся эта поддержка и все контакты априорно контролировались спецслужбами Российской Федерации, чтобы в любой момент можно было бы выдумывать новых оппозиционеров и новых политических деятелей с помощью этих самых структур, и чтобы как можно больше чиновников, политических и иных деятелей режима можно было бы с помощью этих же самых структур относить к оппозиции и по необходимости использовать в будущих политических рокировках. И этой же цели служат недавние публичные заявления российских полицейско-судебных органов в отношении ряда персон этой самой псевдооппозиции, дабы подкрепить их легендирование. Но и при этом, конечно, никуда не девается византийщина и прочие игры политического изопового языка. Вот, например, недавнее заявление Беннета, уже экс-премьер-министра Израиля, о том, что, дескать, в телефонном разговоре с Путиным тот обещал не ликвидировать Зеленского. Ну и для чего это было говорить сейчас, а не, допустим, полгода назад? Ну, я вижу в этом только одно. Это некий знак-маячок президента Украины, что он может спокойно лететь в зарубежные вояжи, что ему ничего не грозит. И практически сразу после этого совершается полет. И я совсем не исключаю, что в период этого зарубежного вояжа по Киеву может быть нанесен серьезный ракетный удар. Что же касается борьбы с коррупцией во всем мире и в Украине в частности, мы расскажем в наших будущих видео.